Вооружённые силы Украины во вторник предупредили, что россияне в ближайшее время могут начать подготовку к провокациям на Запорожской атомной электростанции. Подробности в своём ночном обращении рассказал президент Украины. «Сейчас от нашей разведки поступила информация о том, что на крышах нескольких энергоблоков Запорожской АЭС российские военные установили предметы, похожие на взрывчатку. Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит, и не может не видеть, что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой». В свою очередь, Кремль в очередной раз обвинил Киев в возможной провокации на ЗАЭС. «Обстановка достаточно напряжённая, потому что действительно велика угроза диверсий со стороны киевского режима. Диверсии, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям». Запорожская атомная электростанция уже год и четыре месяца находится под российской оккупацией. Жители города Запорожья рассказали журналистам, каково это – находиться в состоянии постоянной угрозы. «Я считаю, что тот, кто немного подготовился, не должен бояться. Надо почитать, послушать учёных и доверять украинским каналам, которые не сеют панику». «Если будет объявлена массовая эвакуация, естественно, мы выедем. Вещей-то у нас с собой совсем чуть. С Наргодара мы выехали практически с пустыми руками. Поэтому поедем и дальше. Не хотелось бы». «Конечно, следим, как все запорожцы. Но мысли какие. Я лично мало верю, что взорвут. Или если взорвут, какой-то теракт, чтобы просто напугать. Я не думаю, что будет такой прямо выток радиации и что-то как-то повлияет на нас». Сейчас пять реакторов АЭС находятся в холодном останове, один – в горячем. Они по-прежнему нуждаются в прокачке воды для охлаждения ядерного топлива. Если же подача воды станет невозможной, то это может привести к тяжёлым последствиям, считает украинский эксперт по вопросам ядерной безопасности. «Это всё ведёт к тяжёлой аварии с расплавлением активной зоны. Мы это обсуждали уже. Но только если блок в холодном останове, то без воды он может продержаться до начала аварии, когда уже будет традиционный эффект, 8 суток. А если блок пятый в горячем останове, то вот 27 часов. Украинские специалисты разработали разные сценарии поведения, недопущение инцидента. Даже если подорвут там и воды не будет, у них есть сценарии предотвратить всё-таки тяжёлую аварию. Вот это ноу-хау украинское. Но всё идёт к тому, что после Каховской ГЭС у меня, например, нет сомнений, что Россия во все тяжкие пусты. В том, что россияне попробуют взорвать или взорвут станцию на 95 процентов, уверен и бывший внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его мнению, утечка радиации там будет в радиусе 1 километра. Территорию можно будет почистить. Однако главная проблема, по его мнению, будет в том, что это выведет АЭС из строя. До российского вторжения в Украину станция была самой мощной в Европе и производила более 20 процентов электроэнергии для украинской энергосистемы. Чтобы предотвратить подрыв на станции, у международного сообщества есть два инструмента, полагает эксперт по вопросам международной безопасности Алексей Ижак. Первое, это станции против Росатома. Это серьезно, это, в принципе, уже возможно. И понимание неизбежности таких санкций, оно будет остановлять. Потому что взорвать станцию без участия Росатома, хотя бы какого-то посвенного и тайного, невозможно. Они знают, где надо заложить взрывчатку и как так сделать, чтобы самим не пострадать. И второе, это ордера Международного криминального суда. Мы видели, что все-таки те два ордера, которые были выписаны за кражу украинских детей, они все-таки имеют действие психологическое и влияют на политическое поведение. Не только западные политики пытаются предостеречь Кремль как от взрыва на АЭС, так и от применения атомного оружия в целом. Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Москву в марте лично предостерег президента Владимира Путина от последствий возможного задействования в Украине ядерного оружия, написала 5 июля газета Financial Times. С тех пор китайские официальные лица также в частном порядке пытались отговорить главу российского государства от подобных планов, указанных в публикации. Корреспондент Deutsche Welle Ни Коннеле недавно побывал в Запорожье на подконтрольной украинским властям территории. Он встретился с бывшим сотрудником машинного зала Запорожской атомной электростанции. Мужчина рассказал ему о том, что в последнее время происходило на ЗАЭС и как ведут себя российские военные. Все видели кадры. То, что в залах находится военная техника. Грузовики с боекомплектом. Практически в каждом блоке размещен личный состав. То есть они там живут. Они там живут. У них там даже стоят стиральные машины. Они живут непосредственно в энергоблоках. Там мешки с песком стоят. То есть они думают, что они будут держать какую-то оборону. Россияне сами надевали нашу спецодежду, подслушивали нас. Люди начали пропадать прямо с работы. Они могли прийти на рабочее место, забрать человека, вывезти его. У нас там люди неделями находились в застенках. Если находят в телефоне мессенджер-сигнал, то это сразу подвал. Когда люди выезжают, то они рассказывают, что да, с территории станции по ночам ведут огонь. У нас есть отработанное ядерное топливо, которое в контейнерах стоит просто на промплощадке. И потенциально это тоже опасно. Если что случится с контейнером, это будет выброс, радиация. То есть все должны понимать, что атомные станции, тем более самые крупные в Европе, и которые имеют сухое хранилище отработанного ядерного топлива, и там находятся оккупанты, это уже опасно. Поэтому мир должен реагировать, давить, чтобы они сами оттуда ушли.